Когда Раф сказал, что необходимо с силой пробуждать точку в сердце у евреев, что Раф имел в виду? Пробуждать миссию, обязанность, которая связана с каждым евреем, что долг его реализовать, исправление себя относительно всего мира. Каждый еврей, он в чем-то, как Авраам, он его ученик. Мы сыны Авраама, да? В духовном мы все сыны Авраама, как ты говоришь. Мы сыновья Авраама, Ицхака Якова, да-да-да и так далее. Так в чем ты свидетельствуешь, что это так? Ты продолжаешь методику Авраама? Ты приближаешь Малхут Давида? Ты чувствуешь, что это буквально возложено на тебя? Это правильно с нашей стороны сообщать тем, кто обязан это делать и сказать ему, вы должны? Да, конечно. А как иначе? Ты этим спасаешь их, я говорю тебе. Этого не было раньше. В прошлых поколениях каббалисты скрывали науку каббала, они не говорили о работе на Творца со всеми. Что думает народ? Что такое работа Творца? Я сижу, изучаю гумару. То, что написано, я должен знать. Это называется изучением гумары, изучением Торы. Я хожу молиться, омываю руки, кашрут, микву. Это называется соблюдением заповедей о возлюбии ближнего как самого себя. Это было прямо настолько насущно, настолько необходимо для всех и каждого. Говорили об этом? Нет. Почему? Потому что Галут еще не закончился, изгнание не закончилось, и каббалисты сидели тихонечко. Что значит все каббалисты? Это все великие мудрецы во всех поколениях на протяжении этих двух тысяч лет, которые написали все эти святые книги. Только смотри, каким образом они написали. Они не оказывали давление на народ, но сейчас, поскольку мы находимся в поколении Машеха, в поколении, которое обязано принести избавление. Так пишут каббалисты. Пишут Вилейский Гаон, Балесулам, Равкук. Все каббалисты от Арии и далее все пишут и все говорят об этом. Начиная с Арии, до Арии совершенно не говорили об этом.